Здравствуйте, в эфире программа «Время говорить» и сейчас со мной на связи представитель антимонопольного ведомства. Недавно она у нас воссоздана, агентство по защите конкуренции по инициативе президента, я напомню, это было в послании у нас. Так вот, там заявляют, что будет работать по-новому. Вот как, собственно, эта работа будет идти, как будет идти борьба с монополистами, сейчас узнаем. Прошу приветствовать по скайпу Арсен Искаков, зампредседателя комитета по защите и развитию конкуренции Министерства нациоэкономики еще пока. То есть у вас пока еще структура не отделена, да, я так понимаю? Пока мы, да, в действующей структуре Министерства национальной экономики находимся, пока, ну, то есть определенные вот эти сейчас переходные моменты проходят. Ну, понятно, понятно. Решение уже принято, будет новое агентство, опять оно у нас появится, оно по-разному там было, то в одной структуре, то самостоятельное. Сейчас оно будет под президентом, да, я так понимаю? Да, подчинение. Да, да, полностью подчинение главе государства. Вот давайте поймем, почему такая важность этому моменту уделяется, да, все-таки. И если вспомнить, у нас 1 сентября глава государства заявил, что нам необходимо серьезно разнообразить конкурентное поле, создать действительно равные возможности для каждого предпринимателя. Вот давайте в двух словах. Как вы будете работать сейчас, все-таки новый статус, новая структура, что изменится? Пожалуйста. Ну, хотелось бы в первую очередь отметить самый важный момент, это то, что в принципе будет как пересмотрены сами подходы к работе. В первую очередь долгое время антимонопольный орган был сконцентрирован на так называемой защитной конкурентной политике, которая представляла из себя лишь инструменты реагирования, так называемые, да, расследования. Постфактум. Постфактум, как правило. Вас, кстати, часто обвиняли. Понятно, что было нам, как потребителям, приятно, когда вы там сотовых операторов, например, да, призывали к выполнению закона и потом возвращали какие-то тарифы. Но это было постфактум. Постфактум, да. Вот как раз-таки здесь уже, как говорится, ущерб нанесен потребителям, какая-то нехорошая ситуация на рынке сложилась. Мы же хотим сейчас выстроить систему таким образом, чтобы предотвратить какое-то нарушение заранее, то есть на принципах, так называемых, экзонте, то есть до наступления события. Для этого мы хотим использовать инструменты так называемого мягкого права по отношению, это, конечно, в первую очередь к незначительным правонарушениям. И вместе с тем все-таки будет как бы упор на ужесточении по тяжким видам нарушения, как картели в мировой практике. Да, если можно, вот это очень тонкое поле, все-таки бизнес, да, например. Не будет у нас потом обратной стороны, что вас будут обвинять, что вы там превратились в службу экономических расследований или подменяете собой полицию и так далее? Ну, я думаю, нет, потому что это как бы мировая классика, мировая практика, то, что картели считаются самым таким злостным нарушением. И они имеются в виду сразу, автоматически признаются как нарушение. То есть к ним применение каких-либо мягких инструментов не предполагается. То есть сами нарушители должны это понимать и, в принципе, как бы идеология такая закладывается во всей мировой практике. Да, 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 если можно, подробнее о ней. Просто я, например, если вы за мировую практику сейчас затронули, я сейчас вот читаю, например, американский регулятор готовится подать антимонопольный иск в отношении Facebook. То есть вот федеральная торговая комиссия США намерена к концу года подать антимонопольный иск в отношении Facebook, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Ну вот, то есть у нас такие разбирательства теперь и в Казахстане будет, я так понимаю, да? Ну, здесь, наверное, все-таки это больше как злоупотребление его доминирующим положением. У нас же вопрос идет именно на картелях. То есть это когда идет сговор между субъектами рынка, осуществляющими деятельность на одном товарном рынке. То есть это конкуренты, когда сговариваются, тем самым устраняя конкуренцию на рынке. Последний раз у вас, да, не вспомните сейчас, когда у нас последний раз такой был картель? Я помню, год назад или два на каком? На рынке, по-моему, угля, да? Ну, если такой показательный, то хотелось бы как раз-таки отметить, это пример, если не ошибаюсь, по-моему, шестилетней давности, когда был установлен картель на рынке поставки лекарственных средств. Тогда были обвинены ряд компаний в создании картеля и привлечены к крупным графным санкциям. Ну, кстати, а если недавний, то немножко напомните про вас. Процесс в отношении Минздрава по фактам ограничения конкуренции тоже, это, по-моему, у вас успешный кейс такой. Давайте немножко его разберем. Уже судебные разбирательства были. Да-да-да, возвращаясь, кстати, к вопросам про конкурентные политики, вот от того, что мы сейчас какую-то основную цель перед собой поставили. К сожалению, активно госаппарат сейчас в настоящее время в отдельных своих нормативно-правовых актах применяет такие так называемые ограничения для бизнеса, которые, возможно, как раз-таки приводят к ограничению конкуренции. Мы соответствующий кейс как раз-таки установили в действиях Министерства здравоохранения. Этот кейс связан с доступом частных медицинских лабораторий к оказанию услуг по анализу на ВИЧ-инфекцию. Соответствующая жаба была направлена еще в антимонопольный комитет в прошлом году. Начали отрабатывать мы этот вопрос. Все-таки установили тот факт, что, в принципе, частные лаборатории готовы оказывать данный вид услуг. Даже есть определенного рода кейсы, когда частным лабораториям выдавались лицензии на осуществление этой деятельности. Потом почему-то Минздрав пересмотрел свою практику и закрыл доступ. Хотя представители той же Всемирной организации здравоохранения свои доводы тоже озвучили, что необходимо, наоборот, расширять сеть лабораторий, которые могли бы диагностировать ВИЧ-инфекцию. Вот, как вам известно, как вы уже тоже отметили, суды нас поддержали в этом вопросе. Сейчас мы ведем работу в части внесения соответствующих мнений нормативно-правовую базу Минздрава. Давайте немножко, да, еще тогда глобальный пойдем. За кейс, да, я так понимаю, что должно быть больше теперь. Хотя для меня, если честно, удивительно, каким образом в нормативных актах какого-то госведомства могут появляться вот такие ограничивающие конкуренцию требования и вообще нормативы прописываются, когда это все должно согласовываться с юридическими департаментами, с общественными организациями бизнесменов. И только когда сами бизнесмены, я так понимаю, к вам приходят и говорят, что вот, нас ограничили, тогда вы начинаете вот расследование. Да, ну, есть, кстати, да. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вы правильно отметили, это очень хороший вопрос. Действительно, зачастую какая-то нормативка уходит, возможно, вне или как-то, ну, не знаю, много путей, в принципе. Вопрос в том, что оценку воздействия на конкуренцию, те, то есть нормативно-правовые базы, мы как раз таки хотим взять себе как одну из функций, то есть анализировать, чтобы на этапе согласования вот таких норм, поправок, чтобы можно было устранить эти вещи заранее, то есть не создавая вот эту ситуацию. То есть это тоже как инструмент, который практикуют страны ОСР, так называемая оценка воздействия на конкуренцию. Вот я еще хотел бы вам цитату привести из послания президента 1 сентября, что заявил Тукаев. Итак, не секрет, что многие рыночные ниши плотно забетонированы, прямо вот так и сказал президент, далеко не рыночными методами. Предприниматели не могут войти в рынок, а если сумели войти, то вынуждены подчиняться частным монополистам. Антиконкурентные проявления сохраняются повсюду. Рынок угля, электроэнергия, нефтепродуктов, связи, фармпрепаратов, услуги аэропортов, услуги ЖКХ, логистики, список можно продолжать. Это же сколько вам работы предстоит? У вас какое ведомство сейчас будет? Какой штат? Как вы планируете всю эту стратегию? Немножко об этом расскажите, пожалуйста. Да, действительно, пласт работы перед нами стоит сейчас очень большой. Мы сейчас максимально как раз таки хотим... Действительно, штат самого агентства не будет таким прям большим, чуть более 300 человек. Поэтому мы хотим основной упор сделать на новой такой площадке. Мы открываем новую площадку, уже открыли. Буквально на прошедшей неделе состоялось первое заседание на принципах Open Space. То есть мы максимально хотим привлечь общественность, бизнес-ассоциации, деловые круги, всех, кто, возможно, владеет соответствующими навыками, какими-то знаниями, чтобы они эту информацию условно вместе с нами обрабатывали. То есть мы сейчас максимально открыты и видим как раз таки в этой окружающей нашей среде потенциал для выработки определенных решений. Потому что, говорю, действительно правильно отметили, пласт работы у нас очень большой. Вот если можно, в двух словах еще цель вот этих площадок, и как будет идти взаимодействие, то есть немножко поподробнее механизмы. Наверняка сейчас, если вы привлекаете больше общественность, то к вам пойдут люди, может быть, писать начнут. Каким образом это все будет строиться? То есть кто-то пришел, рассказал о каком-то кейсе или предложение свои внес. Как это все будет действовать? Да, вот тоже очень правильный вопрос. У нас мы анонсировали, в принципе, создание трех площадок общественных. Это совет биржевой мы планируем открыть. Также у нас планируется общественный совет и совет по барьерам. Совет по барьерам у нас будет сконцентрирован как раз таки на выявлении различного рода ограничений в деятельности субъектов бизнеса. Как я уже сказал, в OpenSpace мы уже начали активно. То есть у нас в прошлую пятницу произошла довольно-таки, можно сказать, горячая дискуссия по вопросу как раз таки реализации основных энергоносителей. То есть на площадке присутствовали как представители самого бизнеса, так и потребители. Как раз таки мы здесь поняли, что есть проблематика ту, которую, возможно, мы как на площадке госоргана не могли раньше увидеть. То есть мы увидели все стороны. И пришли к определенному какому-то консолидированному решению. Сейчас определенная работа ведется. Кроме того, мы сейчас начали по результатам данной работы формировать карту барьеров, которая ляжет в основу и будет как раз таки рассматриваться, возможно, в совете по барьерам. И по результатам будем соответствующие решения принимать, в том числе в части изменений соответствующей новой темно-правой базы. А что же биржевой комитет? Что он будет делать вообще? И как вы будете отслеживать? Какие сделки? Биржевой комитет тоже очень новый такой инструмент. Хотелось бы отметить, что долгое время биржевой торговли такого хорошего внимания, можно сказать, не было как бы отличено на него. И в этой части, как вы правильно отметили, были какие-то определенные нюансы. Сейчас реализация угля коммунально-бытового. Мы определенную проблематику тоже для себя установили. Большими лотами уголь реализуется определенному кругу поставщиков, что, по нашему мнению, как раз таки сужает и ограничивает конкуренцию. В том плане, что мелкие поставщики, к сожалению, не могут получить доступ к биржевой торговле. Мы планируем, что как раз таки на площадке биржевого комитета, или как он будет назвать, возможно, биржевой совет, что как раз будут вырабатываться определенные механизмы, которые будут устраивать стороны. То есть это в первую очередь мы хотим определить, возможно, это будет какая-то максимизация лотов. То есть субъекты рынка, обладающие какими-то ограниченными ресурсами, они уже не смогут единоразово, крупным лотом отдать свой товар какому-то определенному лицу. То есть мы хотим сделать рынок доступный как раз таки для МСБ, чтобы они могли тоже зайти на него, и тем самым создать определенную состязательность на биржевой площадке в стиле исключения ценовых долларов. Ну да, это, в принципе, идея, конечно, с основной биржевой площадки. Странно, что доступа еще до сих пор там нету малому и среднему бизнесу мелким игрокам. Это, конечно, надо разбираться. Также мы хотели бы выработать на ней какие-то единые правила биржевой торговли, потому что, как вы знаете, на определенных площадках долгое время действовали свои правила биржевой торговли, которые, возможно, создавали препятствия для входа и аккредитации на них определенных брокеров. То есть были такие сигналы, что на биржах работают только свои брокеры, и туда тоже, опять-таки, независимым брокерам доступ ограничен. То есть вот такая проблематика существует, мы хотим вот эти вопросы решить. Биржевой совет, биржевой комитет, он будет представить из себя, в принципе, такой межведомственный, что ли, институт, который предоставит возможности для вот такого межведомственного мониторинга. Плюс туда и планируется, что будут включены субъекты рынка, чтобы была какая-то возможность апелляции и тому подобное. И все-таки, если сейчас посмотреть, какие оптимальные механизмы соблюдения рыночных условий защиты конкуренции, на ваш взгляд, существуют в мировой практике, которые к нам применимы больше всего. Пожалуйста. Ну вот как, в принципе, уже неоднократно заявляли. То есть есть такой инструмент интересный, то, что нам российские коллеги предложили, так называемый биржевой треугольник. Суть его заключается в том, что на соответствующем товарном рынке, то есть который является биржевым товаром, будут формироваться определенные индикаторы. Это, в первую очередь, биржевой индикатор на самом товарном рынке Республики Казахстан. Также формируются определенные ценовые индикаторы, которые были формированы на рынке, то есть это вне биржи. И третий, это, соответственно, биржевой индикатор, складывающийся на внешних товарных рынках, так называемые дали. Какая-либо из компании, условно, выходит из этого треугольника, то есть за его рамки, то к этой компании, соответственно, у антимонопольного органа должны возникнуть определенные вопросы. То есть насколько объективно это у нас сложилось. И сразу же автоматически приступаем мы к так называемому анализу в соответствующих товарного рынка, выявляем причины. Соответственно, сами компании, отслеживая эти индикаторы, они знают, могут понимать, что они действуют в рамках законодательства в области защиты конкуренции. И реагируем, можно сказать, моментально. То есть вот такой инструмент предлагается реализовать. Сейчас мы просто хотим рассмотреть, более детально изучить. То есть есть определенные вопросы в части определения внешнего ценового индикатора, то есть насколько вам будет релевантно и тому подобное. Да, если можно, напоследок вопросы от телезрителей, они по WhatsApp поступили к нам. Смотрите, бизнес требует защиты, но одновременно и не вмешательство. Как будет соблюдаться баланс, спрашивает телезритель. Так, потом. У нас ежегодно разворовывают миллиарды, коррупция, миллиарды тратятся на ничемные проекты. Ну ладно, это не к нам. Так, так, так. Надо тесно вести разговоры с предпринимателями, так как в Казахстане много крупных компаний, которые отдают объемы своим компаниям. А если другая компания выбирает тендер или выигрывает тендер, то начинает ее давить, чтобы потом оставить без денег плюс больших минусах. Ну вот такие два вопроса, давайте прокомментируем. Спасибо за вопрос, очень интересный на самом деле. Ну вот действительно правильно отмечено, и мы в принципе уже неоднократно об этом говорили, потому что действительно есть проблематика в части того, что ограниченным ресурсом, как правило, доступ также закрыт для независимых компаний, для мелкого и среднего бизнеса. По той простой причине, что сделки эти формируются в результате так называемых двусторонних контрактов, то есть сделки проходят адресно, в адрес конкретных компаний. Никто не видит, какие условия выставляются и тому подобное, какие цены там определяются. Как раз в качестве такого инструмента, который бы помог устранить вот эти все вещи, и предлагается развитие биржевой торговли. Но опять-таки мы делаем акцент на том, что вместе с развитием биржевой торговли необходимо совершенствовать сами инструменты, дабы саму биржевую площадку не превратить в площадку для сговора. Поэтому определенные тоже мы наработки прорабатываем в части возможного пресечения таких вещей, чтобы у шубеков рынка не было возможности сговориться на той же биржевой площадке. Да, ну и последний вопрос, смотрите, как начинается процедура расследования, могу я ее как гражданин инициировать? Ну я так понимаю, что с учетом вашей новой концепции, что у вас там open space и постоянный контакт с общественностью, то есть это без проблем, да, это нормально? Ну да, будет максимально открытый. На нашем сайте, в различных социальных сетях есть у нас собственная страничка, где как раз-таки анонсируются вот эти open space, то есть выкладывают ссылочка, в которой может в принципе любой гражданин присоединиться, задать свои вопросы, которые интересуют. В принципе вопросы и тематика тоже, как в виде комментариев, сами люди, сама общественная, сам бизнес может в принципе формировать. Мы задали определенный, как бы, так сказать, для себя такой жесткий темп, поэтому максимально готовы на сотрудничество со всеми, потому что, я говорю, как показала практика первой конференции open space, очень многие вещи, которые, возможно, не были открыты, что ли не были изучены, они были заданы и были по определенным вопросам выработаны соответствующие решения. Поэтому площадка, я думаю, очень хорошая как раз-таки. Следующая когда состоится, мне прям самому хочется посетить, если честно. Буквально, если я не ошибаюсь, в эту пятницу мы анонсировали уже на своей площадке как раз-таки вопросы к живой торговле, потому что они вызвали самое бурное обсуждение, можно так сказать. И поэтому приглашаем всех, кто к этому вопросу имеет определенное отношение, у кого есть соответствующие предложения, какое-то видение, приглашаем. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Будем следить за вашей работой. Я напомню, что у нас создается новое агентство по защите конкуренции, по институту президента, и будет оно подчиняться тоже главе государства. И это очень важно, потому что монополистов у нас много, и с ними надо что-то делать. Арсений Скаков, зампредседателя Комитета по защите и развитию конкуренции, пока еще комитета был сейчас на скайпе в прямом эфире, я вас благодарю. Ну и напомню, что это была программа «Время говорить». Смотрите нас на сайте inbusiness.kz, это архив. Ну а также каждый будний день. До свидания.